304 года правило русским государством династия Романовых. За это время возникла одно из самых сильных и могущественных государств мира – Российская империя. Историческим сюжетом из жизни первых царственных представителей рода посвящена выставка заслуженного художника России Игоря Машкова. Она проходит в Москве в филиале исторического музея на Патриаршем подворье храма в Зарядье, что в Китай-городе. Патриарший подворье храма в Зарядье, что на Китай-городе. Здесь сохранился дом бояр Романовых. Именно в его палатах жила инокиня Марфа в девичестве Ксения Ивановна. Здесь у нее родились дети. Одного из них – Михаила Федоровича Романова. Она в 1613 году благословила на царство. Сегодня в палатах проходит выставка Игоря Машкова, посвященная первым Романовым. В 2016 году очень много исторических дат. Они, может быть, не все круглые, но они достаточно интересны и для историков всегда. Для нас, в частности, интересны были две даты. И 420-летие со дня рождения царя Михаила Федоровича родился он здесь. Это их родовая усадьба боярская. В 1596 году он родился здесь. И 385-летие со дня кончины его матери Иннокене Марфы. Игорь Машков представил свои работы в жанре исторической живописи. В серии картин художник запечатлел один из эпизодов драматической эпопеи «Избрание на царство» первого из представителей боярского рода Романовых Михаила Федоровича. Для меня очень важно было показать именно человека, которого взяли из среды, фактически из невластной особой среды, и поставили над великим государством. И вот эта степень ответственности, да, он боярин, да, он, конечно, но он не был царским сыном, он не готовился править государством. И он осознает, постепенно осознает всю степень ответственности. И мы знаем, что придя править разрушенной страной, он оставил довольно крепкое государство своему сыну. Утверждение династии проходило в период великой смуты. Михаил Романов по прозвищу Кроткий правил в России более 30 лет. Правил он вместе со своим отцом, патриархом Филаретом. Политические действия Михаила Романова были скромными, но важнейшими в истории страны. Именно он поставил Россию на путь возрождения после смутного времени. Первый Романов, почему меня привлекают наиболее интересные для меня эти фигуры, потому что я, ну, как бы так, больше люблю допетровскую Русь, в которой сохранялись те обычаи, обряды, и внешняя сторона была, одежда, архитектура была исконно русским, без западного влияния. Это как бы внешняя сторона. А по сути, почему сейчас мой интерес к Михаилу Федоровичу так ярко проявился, потому что было 400 лет дома Романовых, недавно отмечалось. Это первая фигура яркая в династии Романовых. С него как бы род пошел и правил 300 лет. Картины, представленные на выставке, отражают события, которые малоизвестны широкой публике. Это венчание на царство Михаила Федоровича Романова в Успенском соборе Московского Кремля 11 июля в 1613 году «Примит державу государь». На картинах изображен не только Михаил Федорович, но и инокиня Марфа, благословившая сына на служение государству. Это члены моей семьи. Мне всегда интересно, как другие люди себе их представляют. Выставка старается показать самые важные моменты истории, связанные с первыми Романовыми. И это важно, особенно для молодого поколения, которое будет узнавать, благодаря картинам, что-то новое о своей истории. Несколько картин посвящены местам, связанным с первыми Романовыми. В Новоспасском монастыре находится усыпальница предков Романовых и могила инокинемарфы. В Ипатьевском монастыре Костромской земли состоялось призвание на царство Михаила. Историческая живопись всегда обращена к потомкам. Поэтому, придя на экскурсию в палаты Патриаршего подворья храма в Заряде, посетители не только услышат о событиях давно минувших лет, но и увидят их в работах мастера Игоря Машкова. Выставка продлится до 27 апреля. Продолжение следует...